Всем привет! С вами Утро! И сегодня мы строим автоматический обработчик ресурсов. Что вам потребуется? Собственный обработчик. Начнем с электропечки. Два пульсирующих железных гейта и... Один обычный пульсирующий гейт. Деревянные трубы в количестве двух штук. Золотые трубы. По желанию. Затычки. Источник энергии. Это относится только к индастриловским обработчикам. Красный провод. Сундук. Источник питания. Ну и еще несколько обработчиков по выбору. Давайте приступим к постройке. Ставим МФВ. Ну, в принципе, тут может стоять что угодно. МФСУ и так далее. Может, цепь трансформаторов, провода. Не суть важна. Ставим сам обработчик. Начинаем зарядку. Теперь копаем вот такую вот ямку в форме буквы Г. Перевернутой. Ставим вот сюда деревянную трубу. Ставим вот сюда золотые трубы. И выводим вот примерно на такую высоту. Ставим вот сюда золотую трубу. Сюда еще одну золотую. И деревянную. Теперь пускаем по этой трубе красный провод. Проверяем на всех трех блоках. Он есть. Сюда ставим обычный пульсирующий гейт. А сюда ставим железные гейты. Теперь ставим сюда сундуки. Все. Постройка завершена. Теперь наша задача настроить систему. С нижним гейтом все просто. Если в инвентаре что-то есть, он пульсирует. Все. Больше от него ничего не требуется. Теперь настраиваем нижний провод. Если в инвентаре пусто, он выдает сигнал красного провода. А этот, если есть что-то в инвентаре и есть сигнал красного провода, он начинает пульсировать. Заметьте, здесь обязательно нужен гейт И. Здесь подойдет гейт И. Но простым гейтом обойтись не получится, потому что простые гейты не поддерживают провода. Система настроена. Как видите, точно такая же работает. Теперь ставим заглушки. Скоро поймете почему. И зачем. Здесь я пропустил одну. Заглушки можно ставить прямо на гейты. Это ничего страшного. Ну вот и все. Давайте проверим. Я беру стак тревесины. Древесинка пошла. За один раз доходит около полустака по такой трубе. По крайней мере, вот эту трубу вводную нужно делать максимально короткой. Я бы даже предпочел сделать ее один блок. То есть один блок золотой, а один блок деревянный. Чтобы гейты располагались даже на соседних блоках. А выводящая труба не имеет ограничений по длине. Лутран или поздно дойдет куда ему нужно, но все-таки желательно делать золотую трубу. Уголь посылится. А теперь давайте на рабочих примерах посмотрим, что можно ей сделать еще. У меня здесь сделана каменная печь. Здесь добавлена третья труба. Как раз для нее и были использованы заглушки. Что она дает? Она настроена точно так же, как и первая. То есть, если в инвентаре пусто, мы подаем сигнал красного провода. Если есть предметы в инвентаре и есть сигнал красного провода, мы пульсируем. Он настроен точно так же. Но... Можно же использовать систему переброски предметов. То есть, допустим, у нас здесь есть уголь. То почему бы не использовать его в пережигании, как топлива? Но все равно угля будет достаточно много. Допустим, у нас ферма древесины работает. Можно сделать полностью автономным. То есть, настроить систему переброски из этого сундука в этот. Ну, там, естественно, придется поковыряться с изумрудными трубами. А теперь давайте попробуем вставить другой обработчик. Ну, к примеру, что еще можно обработать? Грубо говоря, дробитель можем ссунуть. Нет, так дробилок мне не нужен. Так, там пусто. Убираем печку. Суем дробитель. И пробуем метнуть туда руду. Вот мы видим, руда пошла. Дробление началось. Я хочу запросить парочку ускорителей. Так, где они у меня? Вот мы видим, измельченный уран вылез. Дальше можно строить завод автоматической обработки руды. А о нем я расскажу в следующий раз. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь. Ставьте свои пальцы вверх. Комментируйте. Обсуждайте. Ну, а пока. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!